Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала AMGA High Show with Hovanez Babakhanian. После короткой рекламной паузы вы узнаете, кто у нас в гостях. А теперь реклама. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok The new management of Vivaldi Flores and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Flores and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance or simply wants to improve their math, English, science, Armenian and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986. SNL Academy, to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy, inspire the future. SNL Academy, inspire the future. SNL Academy, inspire the future. Итак, сегодня у нас в гостях солистка Болгарского оперного театра, солистка музыкального театра имени Стефана Македонского города София, солистка Мадридского национального оперного театра, солистка Барселонского оперного театра. И, наконец, лауреат международных конкурсов «Драматическая колоратурная сопрано» Марьянна Попзлатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо за приглашение. И желаю удачи. Спасибо. Это прекрасная передача. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Ну, тогда давайте начнем сначала. Марьяна, я хотел бы задать такой вопрос. Кто в семье впервые понял, что вот растет такая девочка, Марьяна Попзлатова, певица? Это трудно сказать, потому что всегда трудно говорить о себе. Но моя мама поет очень чистенько, очень хорошо, у нее абсолютный слух. Она пела в болгарской радио, в нашу самодеятельную оперу, и она мне научила слушать. Очень, очень важно, очень важно это. И потом я хотела петь. Она говорила, что первый шаг всегда научиться слушать. И научила меня, я благодаря ей оказалась в музыкальную школу, как скрипачка. Потом пошла на вокальный факультет. И так моя жизнь. И кто были ваши учителя? Я училась в городе Плевин, музыкальна школа. Там бил молодой учитель, баритон, 29. А нам было 19. Мы все были влюблены. И потом поступила в музыкальную академию, брала уроки везде. У меня был очень хороший преподаватель, профессор Маргарита Лилова, которая пела в штат Сопера Вена. Мецо-сопрано. Мецо-сопрано, да. И Александрина Мюрчева, которая пела много ролей в Скороян, 14, по-моему. Училась еще Стефано Алджери, который преподает здесь, в Джульердску, в Нью-Йорке. И так потом пошла в Америку, когда поступила. Не перебывая, я хочу задать такой вопрос. А кто именно решил, что вы должны оставить скрипку и продолжать вокальное? Да, это была маленькая война между меня и моего отца. Потому что он хотел, чтобы я была в оркестре. И работа всегда больше, потому что много скрипачей. Но я сказала ему, я хочу быть на стене, в первый фронт. Нет, вниз, под стену. И тогда мы немножко поругались. И потом вы победили. Да, потом он стал мой самый хороший саппортер, поддержник. И так он мне помогал. И до сих пор помогает. Его нет сейчас, но я чувствую, что он всегда будет в моем сердце. И он смотрит. Марьяна, есть такое чувство, когда вы поете, вы чувствуете, что он в зале или что-то такое? Он всегда со мной. Когда я должна... Ваш ангел-хранитель. Мой ангел-хранитель. Когда у меня какое-то предизвлекательство, я чувствую, что мой папа всегда со мной. Ясно, понятно. Когда вы впервые стали понимать, что вы профессиональная певица? В каком возрасте? Очень рано. Очень рано я всегда пела и учила все, что у нас по радио. Какая-то песня появится. Я все всегда выучила. Но самый первый возраст, который я очень сильно хотела петь, было три у меня. Три годика я хотела петь, но только не ходила в детский сад. Бабушка смотрела для меня. И она не поет, не пела никогда. Я пела очень фальшиво. Тогда учительница сказала, ну, перестань, ты мешаешь остальнее. Я плакала. У меня была драма. И сказала, маме, пожалуйста, выучи меня, как слушать, как петь. И тогда. Потом следующая учительница сказала непременно записать этот ребенок на скрипку. Потому что слух уже появился очень такой, голос сильный, довольно сильный всегда был. Ну, я хотела петь. Ясно. Рот не смогла закрыть никогда. Марьяна, вот дети, семья, концерты, гастроли, иногда вот тур. Вот как все это получалось у вас совместить? Я всегда хотела иметь хорошую семью. И для меня семья – это самая большая крепость, непревзимаемая крепость. У меня семья, в которой я выросла, была очень традиционная, хорошая атмосфера, замечательная. Мы росли как принцессы, мы с моей сестрой. И если не ошибаюсь, ваша дочь тоже классическая балерина. Да, она пошла к балету. У меня сын тоже занимался с балетом. Они оба бы закончили хореографическую школу. И он пошел в Лос-Анджелес Более Академии, но потом как-то уронил себе и придумал, что должен отказаться. И сейчас пошел на… Да, сценическая травма – это… Да, да, да. В балете это очень часто. И пошел на международные отношения учиться, китайский язык специализировал. И так. Я хочу… Спасибо огромное. Я хочу задать такой вопрос. Марьяна, вы почетная гражданка города Гранада, Испания. Да. Расскажите нам, пожалуйста, вот как это получилось. Я всегда ждала с огромной нетерпением по нашей гастроли в Испании, потому что эта публика всегда принимала нам очень тепло, очень сезирно, очень красиво. Но еще… Это же испанцы. Испанцы, да. И всегда были на очереди взяты автографы и все. Тогда мы были на… Каждый год наш театр был, и я как солистка… Гастролировала. Гастролировала. И выступала не только с болгарской оркестры, но с… С испанским тоже. С испанским, с русским очень часто. И мы попали в городе Гранада. Гранада для меня это специальный город, потому что мы получили сертификат, и два дня там остались. И дали каждый день три, три раза в день концерты. О-о-о. Но аплодисменты и публика, атмосфера – это неописуемо. Я была так счастлива. И в конце этот маратон мой… Я и диригент нашего оркестра получили… Почетное гражданство. Почетное гражданство. Шикарно. И сертификат. А после этого вы получили экстраординерий грин-карту и переехали в Соединенные Штаты Америки. У меня такой вопрос, Марья Анна. Вот что изменилось у вас с переездом в Америку? В лучшую сторону, в худшую сторону вашей карьеры? Что-то изменилось? По-моему, я никогда не буду изменяться, и если попаду на Марс, я останусь я, и нигде… Да, я очень… Мне понравилась Америка и стала мечтать попасть здесь как-то как-нибудь. И, может быть, моя мечта привела меня сюда, я благодаря Богу и всех, которые мне помогли, так судьба сказала, что я должна здесь быть. Мне дала очень много Америка, я очень благодарна, потому что научилась, как жить по-другому, верить себе, и выступала на очень интересной сцене здесь. И я очень благодарна. Хорошо. Отлично. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, армянский зритель вас любит не только из-за того, что вы прекрасная певица, но и я думаю, что главной причиной этой любви это ваше шикарное исполнение комитаса Гаруна Дзунаарель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что вы почувствовали, когда вы пели, когда вы готовили произведение? Да, я хочу начинать первое, что любовь между армянской публикой и меня, это взаимно всегда хотела поблагодарить вам за то, что пригласили меня на этот ваш день рождения, который мы сделали сюрприз с Шушана, очень хорошее пение. И в армянском языке, Шушан, это талантливая пианистка, она замечательная, она мне очень помогла за свой армянский язык и показала, как армяне. Если вы не против, давайте посмотрим фрагмент и потом продолжим. Да. Время. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Гереван Принтинг Спасибо за прекрасное исполнение. У вас очень уникальная манера исполнения. Спасибо огромное. Давайте поговорим о ваших чувствах. Да, я хотела сказать, что эта музыка так безбрежная и огромная печаль. Этот геноцид, который там чувствуется, это прямо схватило мне за сердце. Я вообще обалдела. Не могу выразить свою любовь к этому замечательному композитору. И я так почувствовала, что еле-еле я не пошла, с ума сошла, когда выполняла. Я просто так написана, прекрасно, кристально, чисто. И так эксклюзит. Спасибо. И знаете, все, что вы говорите, это все было в вашем исполнении. Спасибо огромное. Спасибо вам тоже, что дали. Спасибо за такое прекрасное исполнение. Спасибо за возможность. Я знаю, что у вас есть студенты. Вот интересно, какова Марьяна Попзлатова как педагог? Строгий вы педагог, требовательный? Да, я требовательный. Когда я увижу, что ученик, студент талантливый и есть потенциал, я всегда хочу отдать больше и работать на все маленькие детали, потому что путь к совершенству – это неисчерпаемый, это необъятный. Согласен. Энглесс, как говорится. Совершенно согласен с вами. Кстати, вы можете спокойно говорить по-английски, по-русски, по-армянски, пожалуйста. Спасибо. У нас шоу называется International, так что наш зритель понимает. В следующий раз я обещаю, буду говорить на армянском языке. Намечаются ли новые контракты, что-то новое? Да, у меня есть программа, я уже знаю, где буду на 2019 году. А в декабре у меня очень хорошая свадьба Фигару, я выступаю как графиня. Браво. Моцарт – это китайский артист из Бейджин, опера, Пекин. И для меня, я очень волнуюсь, для меня это означает много. Пет Моцарт всегда печаль, смех через слезы, как говорят. И все это вместе. Да. Согласен, совершенно согласен. Вы знаете, Марьяна, хотелось бы задать такие блиц-вопросы, коротенькие. Но, пожалуйста, если вы сможете, тоже ответ должен быть очень коротеньким. Хорошо, стараюсь. Одним словом. Да. Вот так вот. Вот что для вас музыка? Это моя жизнь. Это ваша жизнь. Прекрасно. Ваша любимая ария? У меня много. Да. А самая любимая? Самая любимая – Травиата, Царица и Ночи потом. Я всех люблю. Всех. А ваш любимый композитор? А, ну как, хочу всех обнимать. Трудно. Пучини. Пучини. Всегда. Отлично. Замечательно. Марьяна, давайте пойдем попрочее. Ваше любимое слово? Любовь. Любовь. Браво. И что вы пожелаете хай-шоу? Удачи, долгая жизнь, счастья и очень много замечательных артистов у вас, как гости. И вам здоровья до 200. Спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, у меня есть такой небольшой сюрприз. Вы знаете, Марьяна, у меня такой скромный подарок. Это как бы сюрприз. Вот этот букет от нашего спонсора. Вивали флористы, они приготовили вот этот букет вам, здесь их адрес, здесь вся информация, можете пользоваться этой карточкой. Вы знаете, они уже знали, что вы такая прекрасная певица, что они сами уже решили подготовить такой полузолотистый букет. Это вообще не скромный букет, это замечательный, это как сокровище. Спасибо. Спасибо за прекрасное интервью, спасибо огромное. Уважаемые телезрители, с нами была Марьяна Попслатова, болгарская опера «Дива», наша красавица. И до новых встреч, а вы оставайтесь с нами, потому что у нас в эфире еще и реклама. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова The new management of Vivaldi florists and gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements, which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California. 818-955-8686 Vivaldi Florist and Gifts Make your day incredible If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy, inspire the future. 1900-855-8686 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok